Дорогу педагогу! Наш учитель очень хорош в плане передачи теоретических знаний детям. Вонь казанская, что за аромат источает казанка. Они спасают наши жизни. Отдаваясь профессии, а тем более это профессия медицинского работника, ты когда находишься на работе не от и до, а 24 на 7 вместе по фестивалям. Вся программа собрана так, что показывает большое развитие книжного Татарстана. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Софья Чугунова. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках дискуссионной панели, выстраивая технологический суверенитет, обсуждались новые возможности для высшей школы, особенности трансформации отечественной системы образования. Был озвучен ряд концептуальных предложений с учетом сохранения всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. Также были отмечены перспективные проекты, к примеру, «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы», которые реализуются в стенах Казанского университета. По итогам участия в форуме КФУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с представителями реального сектора экономики и научно-образовательными учреждениями, в том числе с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. В столице Татарстана минувшим утром состоялось совещание с министром образования и науки Республики Татарстан. Подробности далее в сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялось совещание с участием министра образования и науки Республики Татарстан. Основной темой встречи с руководителями организации дополнительного профессионального образования стало устранение выявленных затруднений педагогических работников. В ходе приветственного слова министр образования и науки Республики Ильсур Хадиулин отметил высокое значение программы педагогических классов. Надеюсь на национальный проект, где у нас в течение трех лет всего более 30 учителей приехали к нам в республику и они устроились на работу в наших сельских школах. Надеюсь только на эту часть учительства, которая приезжает, мы не должны. Мы должны сами готовить себе кадры, потому что вопрос кадровый он не только в образовании, вопрос кадровый он везде. В ходе совещания обсуждались программы повышения квалификации педагогических кадров, направления подготовки будущих педагогов и новые подходы в организации воспитательной работы. Также были озвучены основные недостатки качества общего образования. В СССР вступила в систему межстрановых сопоставительных исследований и показывает не очень хорошие результаты по качеству общего образования. Это связано с недостаточным уровнем профессионализма учителя в контексте новых измерений, надо сказать. Наш учитель очень хорош в плане передачи теоретических знаний детям, но ряд стран нас опережает в вопросах обеспечения практикой ориентированности, применения полученных знаний детьми на практике. Директор Центра повышения профессионального мастерства КФУ также отметил, что для решения существующих проблем качества образования и подготовки применяется комплексный подход. Существует программа районных методистов, программа по формированию функциональной грамотности и обеспечению конкурентоспособности. Обучаются как учителя, так и руководители школ, руководители районного звена и школьники. Юлия Коваленко, Маргарита Михайлова, Фарид Захид Аглы, Универ Ньюс. Ежегодно в России каждое третье воскресенье июня проходит праздник медицинского работника. Казанский федеральный университет решил поздравить будущих врачей и действующих специалистов с профессиональным праздником. О том, как прошло мероприятие, расскажем в следующем сюжете. Любовь к делу и мастерство работников в сфере здравоохранения преследуют самую главную цель. Это забота о жизни и здоровье граждан. Они мужественно и стойко выполняют свой долг. Торжественный праздник в честь людей, работающих в белых халатах, прошел в актовом зале Института фундаментальной медицины и биологии, где собрались практикующие специалисты в области медицины, чтобы отдохнуть от трудовых будней в клинике. Поздравить гостей с их профессиональным праздником приехал президент Казанского федерального университета Рияс Минзарипов. Он пожелал им оставаться сильным духом и не сдаваться во что бы то ни стало. Ваш самотвержен труд, членколюбие, помогать нам на этой линии фронта жить, держаться и вести нормальную жизнь. Я это не шутя говорю, потому что, если бы не вы, то многие, конечно, в жизни было бы печально. Каждый медицинский работник считает, что в медицине не должно быть случайных людей. Трудиться здесь дано только по призванию и великому желанию помогать другим людям, отдавая каждый раз частичку самого себя во благо заболевшего человека. От их участия, умелых рук, внимания и доброго сердца часто зависит исход болезни. Так повелось, что в медицине не может быть лишних людей, ведь в работе важно иметь такие личностные качества, как милосердие, сострадание и стрессоустойчивость, а также умение работать в команде. Именно поэтому Институт фундаментальной медицины и биологии ежегодно старается поддержать врачей из разных областей деятельности. Отдаваясь профессии, а тем более это профессии медицинского работника, ты когда находишься на работе не от и до, а 24 на 7 вместе, потому что невозможно работать в медицине и работать по звонку. Всегда ты думаешь о пациенте, о проделанной работе, о результате, о возможных прогнозах, о том, что сложилось, не сложилось. Это постоянная работа, это постоянное образование. Особенность нашей специальности медицинского работника в том, что мы постоянно повышаем свой профессиональный уровень. В ходе торжественной церемонии профессионального праздника медицинских работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами, а также устроили концерт, где можно было сполна насладиться музыкой. Юлия Усманова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Всеми любимая река Казанка загрязнилась до такой степени, что горожан стал беспокоить ее характерный неприятный запах. В чем тут дело, разбиралась Карина Саяхова. Об экологическом состоянии Казанки ходят легенды. Кто-то, положа руку на сердце, говорит о чистоте водоема и ее природных свойствах. Кто-то, а именно неравнодушные горожане всей душой и любящие эту малую реку, свидетельствуют о мусорных берегах и дурном запахе. По словам экспертов, на сегодняшний день степень качества воды Казанки оценивается четвертым классом. Это загрязненные воды. Малая река страдает по множеству причин. Загрязнение ливневой канализации, сброс отходов предприятий, а также из-за последствий гидронамывов, которые начали проводить еще в 2007 году. В местах гидронамывов, в местах засыпок, там еще более усугубляется ситуация, потому что там, получается, засыпались мелководные участки, которые наиболее активно участвуют в самоочищении. И здесь наблюдалось ухудшение физико-химических показателей воды и снижение, соответственно, биологического самоочищения. Именно здесь все годы раньше всего начинается, к примеру, цветение воды, которое является показателем антропогенного эфтрофира. На непривлекательный внешний вид Казанки многие уже закрыли глаза, но от жуткого едкого запаха просто так невозможно отмахнуться. Удивительные метаморфозы отмечает каждый второй житель Казани. Река меняет цвет, запах приобрел новые нотки, но дело о спасении водоема продвигается медленно. Запахи вообще в водоеме, они могут подразделяться по интенсивности от 0 до 5 баллов, по характеру могут делиться на ароматические, гнилостные, болотные, землистые, сероводородные, там, специфические запахи и так далее. Для Казанки много раз отмечался у нас уровень запаха от воды, от донных отложений на уровне от 2 до 3 баллов, ну, с таким гнилостным запахом, то есть с характерным гнилостным запахом, что свидетельствует о застойности, свидетельствует о низком самоочищении. В районах, естественно, сбросов, там ситуация может быть хуже. Как показывает практика, если загрязнения имеются, это достаточно негативно отражается на водных обитателях. Снижается биологическое разнообразие гидробионтов и исчезают редкие виды. На сегодняшний день рыба есть, но ее, очевидно, немного. Рыбаки чаще обходят стороной Казанку и проводят время на свияги и каме. А уж те, кто решается, пойманную живность в пищу не употребляют. Казанке просто необходимо провести экологическую реабилитацию. Самый лучший способ, конечно, это аэрация воды. Если имеется застойность, имеется подпор, то есть слабое течение, то в разных местах, даже для красоты, можно было бы поставить, в общем-то, аэрационные установки типа фонтанов, и это бы все начинало благоприятно сказываться на качестве воды. Кроме того, вот заросли водных, водноболотных растений, в районах пляжей их можно было бы, ну, по краям пляжей их можно было бы усилить. В местах наиболее загрязненных можно частично убрать грунт, убрать донные отложения, вот в местах сброса в сточных вод, потому что, как правило, там, где идет сброс хозяйственно-фекальная канализация, там везде идет накопление загрязняющих веществ, образуются такого своего рода мертвые зоны. Ценность чистой воды невероятно высока, особенно в летнее время. По словам эксперта, надо отказаться от принятой практики гидронамывов, загрязнение воды любыми видами сточных вод и помнить, что лучшее украшение реки – это зеленые берега. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универ Ньюс. 17 и 18 июня в Казани в парке Черное озеро состоится книжный фестиваль смены. Что ждет посетителей в этом году, узнаем далее в сюжете. Черное озеро – сердце Казани. Именно здесь 17 и 18 июня шестой раз состоится книжный фестиваль смены. Отметим, что в прошлый раз мероприятие проводилось три года назад, и в этом году команда смены подготовила яркую программу фестиваля. Огромное событие федерального масштаба. Фестиваль не проводился последние три года, и вот сейчас возвращается обновленный и невероятно классный. Вся программа собрана так, что показывает большое развитие книжного Татарстана. Программа фестиваля обширна. Здесь для посетителей фестиваля пройдут презентации новых книг, кинопоказы, дискуссии и лекции о киноиздании, литературе, краеведении, истории, писателях и поэтах. Чем же полезны мероприятия для казанцев? На нескольких площадках будут проведены экскурсии по столице Татарстана, пройдут спектакли. Помимо этого в рамках фестиваля гостям расскажут об основных событиях и тематических блоках фестиваля, посвященных культуре и искусству. Оттепели – новому прочтению XIX века и современному туризму. Самое главное, наверное, это, конечно, выставка «Оттепель», которая пройдет в выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан. Это уникальный проект, который привозят Московский центр Вознесенского и центр исследований «Оттепели». И там более 400 экспонатов. И сейчас центр Вознесенского везет в Национальную библиотеку всю свою коллекцию огромную, объединяет все эти эпизоды. И в таком масштабе эта выставка будет представлена впервые. В ярмарке примут участие более 80 независимых издательств со всей России, выпускающих гуманитарный, нон-фикшн, комиксы, научную и детскую литературу, современную зарубежную и русскую прозу. Аделина Амдрахманова, Ариц Захитогле, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok